Прорассуждаем на чисто бытовом уровне. Да, сейчас начнется шуе, предупреждаю. Если человек сначала угрожает, а спустя какое-то время нажимает курок. Когда появилось намерение, сама идея нажать курок. Когда он сказал, когда он подумал, когда он сделал. И можно ли наказывать человека за слова. Мы исходим из того, что сначала такой человек подумал о совершении поступка, озвучил свои намерения и совершил действие. И под действием мы уже его можем расценивать, например, как преступление, то есть нажатие курка. Тут появляется идея о том, что действие людей это их намерение, а намерение это выражение их воли. Воля проявляется как через действие, так и через слова. То есть у нас людей, желающих жить в безопасном мире, появляется непреодолимое желание приравнять слова к поступкам. Угрозу насилия, к самому насилию. Насколько это разумно? Если с преступлениями все более-менее понятно, то как нам формировать свое отношение к угрозам и оскорблениям? Вот так потихоньку мы приходим к огромному, объемному, сложному, фундаментальному вопросу о природе воли, который внезапно оказывается для нас важен даже и на каком-то бытовом уровне. Если максимально упростить, откинуть там философские рассуждения, а их естественно откидывать не надо, я этого делать не рекомендую. Просто в рамках данного экзорсиса мы это делаем. Откидываем философские рассуждения на эту тему за последние пару тысяч лет, мы попадаем в такой вот идейный дрейф. Потому что мы можем выбирать из нескольких концепций, которые нам покажутся наиболее идейно близкими. Первый подход условно можно назвать шезотерический. Можно выбрать Платона, который говорил, что вся человеческая деятельность продиктована волей. Можно пройти за Шопенгауэром и его концепцией воли как представления, и тогда по сути весь мир является воплощением воли и желания. Вообще упороться по волюнтаризму и прекрасно себя в нем чувствовать. Можно выбрать более такой мягкий вариант, например, христианская традиция, которая говорит, что есть душа, имеющая желание и волю, и все это определяет поведение человека. Но все равно по сути получается, что воля такая замаскированная душа, которая побуждает к действию своими желаниями. Можно выбрать механистический подход. В 20 веке начинается смещение от концепции воли или души как чего-то принципиально непознаваемого, но при этом движущего человеком, к более рациональным объяснениям. В психологии концепцию воли как причины поступков человека практически полностью вытесняют понятие потребности и мотива. Мотивацию разделяют на внутреннюю, внешнюю, положительную, отрицательную. В общем, все поступки или слова человека сводят к мотивации. Отсюда, например, у нас выводится идея о том, что мы не привлекаем к полной мере ответственности людей за совершенные действия в состоянии измененного сознания или аффекта. Потому что руководствуемся понятием сознания, ну и так немножечко понятием воли. Если человек был в измененном состоянии сознания, он не отвечал за свои поступки, типа душа вышла погулять. Поэтому мы, например, отправляем психов не в тюрьму, а на лечение. То есть считаем, что преступник может быть психически больным, не отдающим отчетов своих действий. Проводим судебную психиатрическую экспертизу, все, человек с собой не владел, как бы, кто им тогда владел, болезнь, и отправляем его лечиться. И хотя это довольно поздняя концепция, но она логически вытекает именно из допущения наличия некой воли. Итак, у нас есть шизотерический подход, механистический, такой, ну, механико-биологический, если точнее. И самый поздний появляется генетический. То есть очень постепенно сейчас человечество приходит к идее о том, что существует наследственность. А значит, генетическая не просто предрасположенность, но во многом детерминированность поведения человека. Если исходить из того, что все-таки он программируется генами на определенное поведение. И есть идея о том, что в будущем, когда, допустим, нейробиология разберется в том, что на самом деле движет человеком, и, допустим, докажет, что движет им не там какая-то душа, не воля, и даже не мотивы, а именно гены, и, возможно, тогда преступников будут воспринимать преступников. То, что мы сейчас, тех людей, которых сажаем в тюрьму, мы будем их воспринимать так же, как шизиков. То есть сам акт преступления будет восприниматься как существование обстоятельств непреодолимой силы, а не акт свободной воли, как сейчас. Мол, ну, человек как бы был так запрограммирован, и на самом деле выбора не имел. Поэтому мы будем таких людей лечить или предупреждать их поведение на ранних стадиях, к примеру, коррекции гена. Тут, кстати, стоит заметить, что идея о генетической детерминированности замечательно смыкается с представлениями о фатализме. То есть представлениями о том, что судьба человека предначертана, так как предопределены его поступки. Всем предыдущим рассказом, крайне искаженным и сжатым, я как бы намекаю, что все это очень сложный, объемный вопрос. Судить человека за высказывания или же за поступки, или в совокупности, на кого возлагать ответственность, что при этом является свободным выражением воли, а что детерминировано наследственностью, а что воспитанием, и является ли воспитание дрессировкой, а если является, то какова степень вины дрессировщика, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому если правильный ответ на все эти вопросы и существует, то он возможен, ну только как в меме «Рад, что ты спросил». То есть часов там на 10, а скорее всего намного больше, и все равно вопросов будет больше, чем ответов, а ответы будут неопределенные. По факту у нас человеческие сообщества на данном этапе существования договорились, что будут наказывать людей за некоторые виды высказываний, тупо по аналогии. «Если сделаешь вот это, мы тебя накажем, если скажешь вот это, мы тебя накажем». При этом абсолютно не важно, что слова не нанесли вреда, это просто такая договоренность. По своей сути она там мало чем отличается от наказания, допустим, за богохульство пару тысяч лет назад. Потому что обществу тупо всегда дешевле превентивно закатать челика, пусть даже абсолютно безвредного, чем дожидаться, пока он что-то или другие люди, глядя на него, сотворят. И, важно, это не значит, что слова сами по себе вредны. Это значит, что такой нынче общественный договор. В двух словах про юридический аспект. Опять же, строго на бытовом уровне не нужно воспринимать мои слова как какой-то авторитетный источник. Это просто доморощенное рассуждение, предложение подумать, а не инструкция к действию. Насколько мне известно, юридические, вот именно поэтому политические дела всегда отделяются от уголовно-административных. Доказать наличие умысла без вещественных доказательств, а уж тем более без состава преступления объективной стороны, так же как отличить спланированный умысел от внезапно возникшего, то есть импульсивного, это практически неуполнимая задача. Занес топор, но не ударил, это как бы, ну да, покушение. Но был ли умысел или это импульсивный поступок, есть ли связь между замахом топоратом и вчерашней ссорой? Тут начинается уже область интерпретации знания. Если я вчера угрожал в состоянии аффекта, сгоряча, не понимая, чего говорю, а сегодня все обдумал и ударил мотивированно и осознанно, есть связь между этими событиями или нет? Зависит от точки зрения. Если у нас есть понятие аффекта, то связи в общем-то и нет. Ну то есть я имею ввиду связи внутри как бы преступника, а не его жертвы. Понятно, что с точки зрения жертвы вчера угрожал, сегодня ударил, это звенья одной цепи. Мы как бы с этим согласны. Мужик сказал, мужик сделал. Нам все понятно на уровне бытовой логики. При этом с политическим делом, то есть с мыслью преступления, все еще проще. Потому что и делать-то ничего не надо. Достаточно нарушить какие-то общественные договоренности вслух, просто сказать. И готово дело. Обматерил портрет государя-императора или рассказал анекдот про вождя, все, достаточно, неуважение к высшему лицу приравнивается к покушению на жизнь высшего лица. Слово приравнивается к делу. Но в чем проблема вербальных преступлений или выступлений? Если действие объективное мы можем однозначно интерпретировать, ну потому что оно случилось в действительности, события произошли, то слова-то это сложная языковая игра. Это может быть ложный донос, это может быть клевета, манипуляция словами. В каждом конкретном случае непонятно, заблуждался человек, преследовал свои цели, пересказывал сплетню или искренне верил в сказанное. Слова можно вырвать из контекста, переврать, можно прочесть буквально. В общем, поле для интерпретации огромное. И из этого следует, что если последовательно преследовать людей за слова, да еще буквально воспринимать сказанное, то начинается парад охуительных историй. От сократовской цикуты до пособников троцкизма, от макартизма до нынешней консилизации, от распятия Иисуса до пусть и рая. То есть у нас достаточно примеров, подтверждающих нежелательность преследования чисто за слова. И отсюда, из невозможности объективно убедиться в том, правда ли человек верит в то, что говорит или врет, а также невозможности объективно доказать связь между словом и делом, потому что пока мы не можем доказать существование собственно мысли, как таковой в мозгу, возникает вполне рабочая идея вообще не обращать внимание на слова. На каждый роток не накинешь платок, собака лает, караван идет и прочее прочее. Мало ли кто что болтает, кому вообще должно быть не похер. Но в крайнем проявлении такая идея доходит до нашего всеми любимого, когда убьют, тогда и приходите. И тут, разумеется, возникает откат. Потому что как же предупреждать правонарушение, если не контролировать болтунов? Разумный ответ, ну вот так и предупреждать, ведя профилактику и учет любителей распускать язык. Применять меры убеждения, вести профилактические беседы, отправлять на курсы управления гневом, вплоть до крайних случаев, это объявление персоной нон-грата, недопущение на свою территорию, к примеру, если субъект совсем неадекватен. Это вполне разумные меры. А неразумный ответ – это жестко наказывать чисто за слова. Такой ответ, как правило, возникает либо на волне какой-то истерии, которая почти всегда вызвана манипуляциями общественного сознания, то есть изначально лживо, либо при дефиците ресурсов на профилактические меры, когда проще закрыть в тюрьму, сразу начать с изоляции, а потом уже там начинать разбираться. В общем, на самом деле, все это нативно интегрированная реклама на цикл лекции Сопольского по биологии поведения человека. Да, можно сказать, что это всего лишь одна из точек зрения, но она хорошо рационализирована и аргументирована, поэтому очень рекомендую. Ссылка будет в описании. И напоследок ценный совет. Если решили кого-то оскорбить, оценивайте его поведение, а не личность. Это будет важно при проведении лингвистической экспертизы. Например, «Ты сволочь и дурак» — это оскорбление, а фраза «Ты ведешь себя, как сволочь и дурак, иди нахер» — не оскорбление. Хорошая тебе информированность.